Трудные места Библии Трудные места Библии Трудно 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 Потому что мы живем в поздних веках И вот такие вопросы Они неизбежно затрагивают интерпретацию У нас нету стерильного значения текста Значение рождается в чьей-то голове Мы можем сказать Давайте посмотрим, как Святые Отцы это толковали Да, это хорошо и полезно Но в любом случае Они не всегда соглашались друг с другом И они толковали внутри своего контекста А мы толкуем внутри своего Давайте же взглянем на то, как это мог прочитать, ну, кто, евангелист Матфей, который записал эти строки, его община, которая эти строки, очевидно, хотела получить, потому он их и записал. Для этого нам совсем немного понадобится. Нам надо расширить контекст, нам надо прочитать хотя бы кусочек, не просто один стих. Очень часто выдергивают один стих из Библии, потом его интерпретируют в каком угодно смысле, и он начинает значить вообще все, что захочется. Давайте начнем с 15 стиха, например. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церковь, а если и церковь не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Это о священниках или о всех христианах? Знаете, мне показалось бы очень странным, если бы Матфея это понимал так. Нет, если ты, конечно, священник, то когда твой брат против тебя согрешит, ты пойди, обличи, скажи ему или позови двух-трех. Ну, а если ты простой мирянин, ты дай ему в лоб как следует, чтобы отлетел, да, или еще что-нибудь сделай. Я не могу себе такого представить. С другой стороны, да, мы, конечно, знаем, что в церковной традиции эти слова, что свяжете будет связано, и что разрешите будет разрешено, они часто воспринимаются как, ну, такая гарантия таинства исповеди, что священство имеет право отпускать грехи, что это не просто какое-то там сочувствие или там, ну, ладно, ладно, ничего, а это настоящий акт прощения, да, который совершается от имени Бога и имеет последствия в вечности, да. Но здесь, на самом деле, нет никакого противоречия. Вот ключевые слова, мне кажется, из этого отрывка. Если же не послушает их, скажи церкви. И дальше. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то будет им от Отца Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Это все про церковь. Вот это все про ту общину последователей учеников, которая пока еще очень мала, когда эти слова говорятся. Да и когда Матфей записывает их, она тоже еще очень невелика, но это именно община. Вот он не делит людей на ранги, сословия, какие-то чины, да, вот есть там священники, есть миряне, есть там епископы, есть пресвитеры, есть там мужчины и женщины, есть там взрослые и дети. Он говорит, вот есть община. Конечно, внутри этой общины есть все это, да. То есть это вовсе не означает, что никакая иерархия невозможна, что все люди абсолютно одинаковыми обладают способностями, полномочиями. Делают одно и то же. Так не бывает. Любая живая группа людей, она внутри себя сложно устроена. И они не все одинаковые, если только не солдаты в казарме, да и там среди них есть сержанты. И эфритеры. Но это именно действие церкви. Он же не говорит, что ты, там кто-нибудь, Петр, допустим, как первоверховный апостол, и те, кого ты назначишь, свяжете, то будет связано, а что разрешите, будет разрешено. Он говорит, вы как церковь. Вот вы как община моих учеников. А как узнать, община вы или нет? Или вы просто толпа народу, которая чего-то хочет, кричит и никак не разберется, зачем это все. Где двое или трое согласятся просить о всяком деле. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Очень часто люди собираются во имя чего угодно. Культуры, национального величия, государства, патриотизма, пропаганды своих идей, научных исследований. Это не значит, что это плохо. Прекрасно, Академия наук собрана во имя науки, но не во имя Христа. Иногда и христиане собираются не совсем во имя Христа и просят не во имя его, а пытаются построить что-нибудь такое для себя значительное, пытаются всем навязать какие-то свои взгляды на мир. Да, такое тоже бывает. Вот тогда они не церковь, как говорит апостол Матфея, указывая на изречение спасителя. Тогда они что-то другое. А где они просят отца во имя Христа, там они церковь. И тогда у них есть полномочия разрешать и связывать. И есть, конечно, у этих слов еще одно очень важное измерение. Вот мы редко об этом думаем, что то, что связывает нас здесь и сейчас, это вечность. Вот что значит царство Божие посреди вас или внутрь вас есть, как немножко неуклюзо переводится на дальний перевод, оно не где-то когда-то, да, вот вы умрете и попадете в него, или там придет Христос снова и установит его, а до тех пор это все так, фантазии. Нет, оно здесь и сейчас, и поэтому те отношения, которые вы между собой сейчас строите, они переходят в вечность. В вечность переходит, в том числе прощение и непрощение. Почему нужно обличать наедине человека, а не дать ему сразу в лоб, или там не изгнать его, рассказав всем остальным, потому что пока есть шанс исправить отношения, надо постараться это сделать. Потом с двумя-тремя свидетелями, ну потому что, может быть, и ты не прав, так тоже бывает, а может быть, он устыдится других людей, когда поймет, что это не твои личные претензии, а это, ну, так скажем, подтвержденная другими людьми некоторая реальность. А если тогда и это не поможет, то тогда ты говоришь церкви. Но смотрите, вот весь пафос этого отрывка в том, что надо искать примирение. Примирение не ценой без различия. Да ладно, какая разница. Все мы хороши, так что не будем обращать внимания. Здорово, ты меня подколол, я и не обиделся, да? Но это некоторое стремление к восстановлению разрушенных отношений. И указание, что если эти отношения останутся разрушенными, их на небе может не оказаться. Ну, вообще-то написано прямо, что не окажутся. Если вы здесь не разрешите свои обиды и претензии, вы там будете ими обременены, вы там будете это все выяснять. Какую роль в этом играет священство? Это хороший вопрос. Какую роль играет таинство исповеди? Только ли к нему все сводится? Я думаю, что далеко не только. Опять-таки, скажи, церкви – это вот уже какое-то действие общественное. Обличи его наедине. Это личный разговор, да? Очень странно видеть, когда на исповедь идет человек и каяться в том, что он кому-то нахамил, кого-то обманул. Ну, пойди попроси прощения у того, кому ты нахамил. Почему Бог должен тебя прощать за то, что ты обидал за его соседа? У него попроси прощения. Вот. Но здесь, мне кажется, это уже другой разговор. То есть, особые полномочия священства или особое таинство, которое возникает, не сразу, надо сказать, да? Вот. Но, тем не менее, важно, что прощение, примирение, поиск его, по крайней мере, – это некоторые условия того, чтобы Царство Небесное оказалось среди вас здесь и сейчас, как об этом явно говорит апостол Матфей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok